Добрый вечер на телеканале НИКА ТВ новости в студии Екатерина Киселева и в этом выпуске. Добрый вечер на телеканале НИКА ТВ новости в студии Екатерина Киселева и в этом выпуске. Рекордный урожай в стране разыгралась с продовольственной инфляцией. Как сообщает Росстат, продовольствие в России подорожало почти на 15,5%. Медведев предложил следить за ситуацией на рынках правоохранительным органам вместе с Федеральной антимонопольной службой и призвал подключиться к этому процессу всех губернаторов. В этом году планируется переселить из аварийного жилья 179 тысяч человек. Для выполнения программы Фонд содействия реформированию ЖКХ предлагает повысить свою долю участия в ней и одновременно снять часть нагрузки с регионов. Для этого будет направлено 6,5 миллиардов рублей. Таким образом, доля регионов с нынешних 48% уменьшится примерно на 8. В силу вступили новые наказания за нарушение миграционного режима. Теперь превышение 120-дневного пребывания приведет к закрытию въезда на 3 года, превышение 270 дней на 5 лет. Тем, кто задержится в стране более чем на год, придется расстаться с Россией на 10 лет. Таких, по словам главы ФМС Константина Ромодановского, может быть больше миллиона человек. За последние два года Россия уже закрыла въезд более чем для миллиона иностранцев. Глава Минсельхоза России рассказал, как его лишил сна калужский губернатор. На встрече с аграриеми Чуваши Николай Федоров рассказал им, почему вынужден каждый день вставать ни свет ни заря и уже в 5.45 утра выезжать на работу. Потому что с 6 утра на дороге пробки. Вереница Газели с двумя цистернами из Калуги едет в Москву продавать сырое молоко. А все из-за того, что калужский губернатор Артамонов за два года совершил чудо. Создал едва ли не 100 роботизированных ферм. И они кормят всю Москву чистейшим фермерским молоком. Цитирует Федорова один из информационных порталов. И действительно, в минувшем году в регионе появилось сотни рободойеров. И это только меньше половины запланированных. Ставку на развитие сельского хозяйства наша область делала еще до начала всех санкций. Ограничения лишь подтвердили правильность выбранной политики. И дали фермерам больше возможностей выхода на рынок. Аграрные новости 2014 в сюжете Татьяна Зимушной. Отказаться от ручного труда и призвать на помощь автоматы. Роботизированная ферма для региона уже дело обычное. Калужские аграрии испытали робота в деле. И смело заявляют, доильных машин бояться не нужно. Коровы приучаются к дойке. То есть первое время, если они не хотели дойти, сейчас они идут к этого робота. Молоко, если сравнить с тем, что они раньше давали, они прибавили довольно-таки хорошо. То есть после робота они увеличили отдачу молока. И уже охотно ходят. Есть сдача, есть хоть начальная прибыль уже пошла. Семья Потаповых стала пионером нового проекта семейного фермерства. И уже через месяц после открытия была примером образцового показательного хозяйства. И смогла поделиться опытом с коллегами. Делегации из Брянска, где на тот момент не было ни одной подобной фермы. Долго рассматривать роботов не стало. Картина и так оказалась убедительной. Нас что удивило у колузских фермеров? Я смотрю, что бросовые здания, которые были заброшены, они возобновляются. Это положительное. Люди пришли, есть какая-то инициатива. Программа 100 роботизированных ферм позволила повысить уровень волового производства молока. Вырос даже удой на корову на 8%. На протяжении года регион ставил свои собственные рекорды в области молочного скотоводства. И сам же эти рекорды потом бил. В июле в Козельском районе открылся животноводческий комплекс почти на 2500 голов. Это американские коровы галштинской породы, чьи удои в два раза превышают показатели отечественных коллег. На ферме даже отходом производства нашли достойное применение. Биогазовая электростанция вырабатывает энергию за счет их утилизации. Часть органики идет на перины для рогатых обитателей. Вот эта фотография сделана в тюмени. И выгнать корову иногда бывает сложно с пластилки, потому что ей тепло там. Комплекс сразу же получил звание самого крупного в области, но быстро его лишился. Уже в октябре открылось хозяйство, где коров еще больше. И техническое оснащение самое современное. В кормозакотовительном цехе, который работники попросту называют кухней, тоже главенствует техника. Повар-компьютер сам определяет рацион коров и лично готовит блюда по электронному рецепту. Все смешивается прямо на граммах. То есть даже если, допустим, какой-то ингредиент дан больше, то сразу система пересчитывается, и следующий компонент уже будет досыпаться. Ну, то есть с большим объемом. Коровы здесь тоже заграничны, и поэтому в планах получить статус племенного хозяйства, чтобы больше за животными через океан не летать. Компьютеризированная ферма – лишь часть большого проекта, стоимостью почти в 3 миллиарда рублей. Общий объем инвестиций, привлеченных в развитие сельскохозяйственных предприятий области, с начала реализации нацпроекта составил более 35 миллиардов рублей. Это не только появление новых предприятий, но и модернизация уже крепко стоящих на ногах. Вышли на уровень, который уже я, не ведя чего-то нового, мне сложно добиться каких-то дополнительных успехов и результатов. Эта ферма мне позволит дополнительно получать деньги. За счет этого я могу увеличить и заработную плату, могу что-то позволить себе, еще что-то купить. Зарплата в среднем увеличилась на 12,5%. Появились и новые рабочие места. Одним из самых крупных проектов года стало появление теплиц в особой экономической зоне Людинова. Предприятие «Агринвест» заложило первый камень грандиозного проекта. Под огурцы и помидоры отвели 90 гектаров. Овощей пообещали будет столько, что хватит всей Калужской области и даже останется москвичам. Ставку на развитие сельского хозяйства регион сделал еще до начала всех санкций. Ограничения лишь подтвердили правильность выбранного пути и дали большие возможности для выхода на рынок. Местные производители давно ждали случая наладить сбыт продукции. Спрос сейчас еще лучше стал, потому что, как узнали люди, что только советское отечество наше. И больше стали покупать. А яблочки мои будете снимать? Очень красивые. Богатырь, звездочка, анис, антоновка. Теперь только свое. Раньше аргентинская морковь, голландская капуста, израильская, египетская картошка по 43 рубля за килограмм. Местное же производство в разы дешевле – по 13 рублей. Эта зима у нас полностью, мы с нами овощами и фруктами. А вот то, что сегодня создалось такое впечатление, что без Евросоюза или без импортных товаров, что не обойдемся, обойдемся прекрасно. И население больше начали покупать товары, я имею в виду, которые выращиваются у нас в России. Пообещали в регионе дать даже фору самой родине знаменитого сыра моцарелла. Все предпосылки есть на мединском предприятии – итальянские технологии и оборудование. Технолог тоже из Италии. Обучил мединцев всем премудростям сыроварения. Калужские аграрии входят в Новый год с хорошими успехами, с еще большими перспективами. В 2015-м в регионе продолжат открываться хозяйство, а те, кто уже работает, планируют, несмотря ни на что, расширять свое производство. Возможно, в регион придут и новые крупные производители. Татьяна Зимушина, телекомпания «Ника-ТВ». В Калуге сотрудники ОБЭП ликвидировали нелегальное игорное заведение. Подпольный клуб с 13 автоматами располагался на первом этаже дома 21 по улице Достоевского. Помещение было оборудовано железной дверью и видеокамерами. Внутрь могли попасть только проверенные игроки, которые должны были обеспечить конфиденциальность заведению. На момент проверки полицейские застали за игрой двух калужан. Задержанный еще один предприимчивый калужанин. Он подозревается в краже автомобильных номеров. Владельцам авто похититель оставлял записки с требованием перечислить 5000 рублей за возвращенный номер. При обыске у мужчины изъяли оружие, боеприпасы, сим-карты и мобильные телефоны. Ранее судимый калужанин признался, что нигде не работает и длительное время употребляет спайс, для покупки которого ему и нужны были деньги. Сейчас полицейские проверяют его на причастности к другим преступлениям. Три в одном. В Воротынске прошел областной чемпионат по кроссфиту. Спортсмены соревновались в беге, гимнастике и пауэрлифтинге. Пока еще новый для региона вид соревнований собрал в спортзале два десятка атлетов. Выносливости, силе и быстроте училась Ольга Золотина. Соревнование – сюрприз. До последней минуты спортсмены точно не знали, что будут выполнять. Накануне им озвучивали лишь примерный анонс программы. Самой большой неожиданностью оказалось отжимание вниз головой. Подальше руки поставим. Но кроссфиты подразумевают готовность к любым испытаниям. Тем более, что некоторые из них прописались в этом виде спорта на постоянной основе. Обязательное упражнение на кроссфите – это становая тяга. Мужчины должны поднимать 20 раз 100 кило, женщины – 20. Но даже это непосильная ноша для новичка. Выносливость, дело наживное утверждают организаторы. И даже из хрупкой барышни возможно воспитать настоящего атлета. Я вот такая химикая. За сколько я бы сказала? За месяц я вам гарантирую, что у вас будет уже результат. Могу поспорить. Банально, мы с вами сделаем какой-нибудь комплекс обычный. В первый день, когда вы придете. И мы сделаем ровно через месяц этот же комплекс. Я уверяю, что в половину вы улучшите свой результат. Прошло уже два месяца, как Ирина Калябина оставила рядовой фитнес в пользу штанги и гимнастики. Аэробика приелась, захотелось новых ощущений и нового соревновательного азарта. Ее первый опыт состязаний – шанс проявить наработанную силу воли. Кроссфит, он действительно позволяет понять, на что твои возможности, на что ты способен. Ты можешь несколько дней не спать и нормально себя чувствовать. Ну, конечно, для тренировок это очень плохо сказывается. Но выносовость явно лучше становится. Не меньше тренировок важен режим питания. И здесь тоже долгий перерыв делать нельзя. Что главное в вашем питании? Белки, углеводы обязательно. Белков загрузились, теперь энергия у нас. Углеводники по чуть-чуть. Печеньки хватит? Дожить, да. А дальше? А дальше дышим. Фаворит соревнований Роман Минаев с Росвы справляется со штангой в считанные секунды. Не прошло и трех минут, как первый набор закробатики и тяги готов. К лучшим результатам шел полтора года. Правда, немного расслабился на каникулах. Тяжело мне было, конечно. Я совмещал с праздниками. Чуть-чуть набрал килограмм пять. Но в целом подготовку свою оцениваю на троечку. Но, в принципе, результатом первого комплекса я доволен. Роман стал победителем среди мужчин. А вот Анастасия Полякова из Людинова была признана самой сильной, ловкой и волевой среди девушек. Ольга Золотина, Никита Богадов, Денис Федоров-Пестриков, телекомпания НИКТВ, Бабыницкий район. Испытано на себе. Наша съемочная группа отправилась на любимые калужанами горки. Самый накатанный, а порой и опасный опробовал Сергей Крабков. Свой слалом тур наша съемочная решила начать с улицы Пухова. И к редакции близко, и горка на пруду вроде как место, что называется, накатанное. Однако, к нашему удивлению, здесь оказалось немноголюдно. То ли время еще было раннее, то ли горка не отвечает запросам калужан. Компанию нашей съемочной составил лишь общительный бульдог. Видимо, наш постоянный зритель. Следующий пункт маршрута – Сосновая роща. Здесь и людей побольше, и горок на любой вкус хватает. Сейчас мы находимся в Сосновой роще, на одной из многочисленных гор, которые здесь расположены. А горка достаточно пологая, детей тут много катается. Но, кстати, доехать может далеко, что мы попробуем продемонстрировать. А, забавно. Ну, до конца я, правда, не доехал. Еще несколько попыток проехать максимально возможное расстояние также не увенчались успехом. Видимо, утерян необходимый навык. В отличие от меня, дети и некоторые взрослые скатывались с куда большим успехом. Причем способов спуска великое множество. Чтобы иметь право на экспертное мнение, пришлось и нам опробовать несколько ледяных маршрутов. Эта горка была снежная и мягкая. Было не страшно. А здесь вот ледяная. Я сейчас, наверное, спасаюсь за свою пятую точку. Ничего не сделаю, что не искусство. Вот это, наверное, одна из самых крутых горок, которые есть в роще. В самом конце находятся рощи. Для ориентира, если кому интересно будет, напротив здание красное, из красного кирпича, что-то типа замка. Вот. Кататься здесь можно на чем угодно, в принципе, но я попробую дедовским методом. Уже как у меня все болит. Ну как лес-то, ей-бога. Следующее место, где можно прокатиться с ветерком – лесополоса рядом с микрорайоном Терепец. Начавшийся снегопад не стал серьезным препятствием для тех, кто предпочитает активный отдых. В первую очередь, это, конечно, дети. Горки в этом месте довольно пологие, так что даже самые маленькие могут развлекаться без опаски. Кстати, подъезд сюда очень удобный, машин мало. Да и до остановки общественного транспорта всего несколько минут ходу. Последним адресом нашего рейда стала улица Хрустальная. Склоны здешнего оврага – настоящий рай для поклонников экстрима. Горок тут множество на любой вкус. И на них с удовольствием катаются и дети, и взрослые. Санки, лыжи, ледянки, тюбы и просто теплые штаны. По количеству различных приспособлений для спуска это место оказалось явным лидером. Естественно, мы не могли остаться в стороне и испытали на себе самую большую горку. Сейчас мы находимся в овраге в конце улицы Хрустальной. Тут за моей спиной, наверное, самая опасная горка из тех, что нам сегодня удалось найти. И мы, естественно, попытаемся по ней сейчас съехать. Единственное, надо, конечно, у нее забраться. Как говорится, любишь кататься, любишь саночки возить. Но я пошел. Несмотря на кажущуюся простоту, подъем на горку – дело нелегкое. Под слоем снега лед, и добраться до вершины можно и не с первого раза. Но журналисты – народ упорный. Трассы изобилуют коварными ямами и кочками, так что лучше всего для спуска подходят тюбы или по-другому ватрушки. Едут они намного дальше. Ну, ощущения, конечно, непередаваемые. Немножко страшновато было, но мы справились. Так что не стесняйтесь, не сидите дома, приходите на различные горки нашего города и катайтесь в свое удовольствие. Сергей Крабков, Андрей Хорошавин, Илья Хромов, Илья Диана Бурылкина и Ильяна Кайберева при компании НИК-ТВ. И это все новости на сегодня. Мы благодарим вас за внимание. Всего доброго.